Прежде всего, большое спасибо организаторам, Сергею Михайловичу, за что пригласили на конференцию и позволили поделиться нашим небольшим опытом. Уважаемые председатели, уважаемые коллеги, панкреатудальная резекция является основным методом в радикальной схеме лечения злокачественных опухолей, периампулярной зоны некоторых доброкачественных образований, головки поджелудочной железы и травмы поджелудочной железы. Это сложная операция с довольно-таки высокой частотой послеоперационных осложнений, которая достигает 20-59%. Из них преобладает осложнение, связанное с утечкой панкреатического секрета из зоны панкреатодегестивного анастомоза 11-28%. За период с 2004 по 2014 год в Иркутском областном онкологическом диспансере выполнено 334 расширенные гастропанкреатональные резекции, 25 тотальных годов панкреатектомий по поводу рака головки поджелудочной железы в 216 наблюдениях, рака БДС в 85 наблюдениях, рака внепеченочных желчных протоков в 20 наблюдениях, рака двенососперстной кишки в 8 наблюдениях. Кроме того, мы эти расширенные операции в некоторых случаях выполняли при раке желудка, метастазах рака ободочной кишки, метастазах рака почки, метастазах рака молочной железы. В некоторых случаях не так много при хроническом псидотуморозном голодочном панкреатите, некоторых доброкачественных образований головки поджелудочной железы и даже в одном случае при болезни Костельмана. В послеоперационном периоде в 30% набуления возникли осложнения, и они перечислены на слайде. Анализ структуры послеоперационных осложений показал, что в подавляющем большинстве они представлены осложнениями, связанными с утечкой панкреатического сока из зоны панкреатодегистилонастомоза, а именно несостоятельностью панкреатодегистилонастомоза, панкреатическими свищами, аразивным кровотечением и абсцессами брюшной полости. Для того, чтобы выявить факторы, влияющие на несостоятельность панкреатодегистилонастомоза, мы провели корреляционный анализ, так же, как и все хирурги, которые занимаются этой областью. Для того, чтобы выяснить причины несостоятельности панкреатодегистилонастомоза. И выяснили, что для этого провели корреляционный анализ, изучили несостоятельность с признаками, которые перечислены на слайде. И выяснили, что имеется значимая связь несостоятельности со следующими признаками. Это стадия эпохолевого процесса, это состояние паренхимы подживудочной железы, это применение мактриотида, типом выбранного панкреатодегистилонастомоза и вариантом восстановления дегистилонастомоза. Анализ клинического материала показал, что осложнение, связанное с утечкой панкреатического секрета из зоны панкреатодегистилонастомоза, значимо чаще встречается в группе больных с точной подживудочной железой, нежели фиброзно измененной. 39% против 13%. Однако и состояние паренхимы подживудочной железы, и стадии эпохолевого процесса – это независимые признаки, на них хирург никак повлиять не может. А вот на применение актриотида выбор типа панкреатодегистилонастомоза и варианта восстановления дегистилонастомоза – это признаки, на которые хирург может повлиять. Ну, в частности, в наблюдении, где мы применяли актриотит, осложнение, связанное с утечкой панкреатического секрета из зоны панкреатодегистилонастомоза, встречались значимо реже, чем в наблюдении, где актриотит не применяли. Это 11% против 30%. В начале своей работы мы после удаления органокомплекса восстанавливали дегистильный тракт последовательным формированием панкреатика июна анастомоза, гепатика июна анастомоза и гастро-юна анастомоза на одной петле тучей кишки, так как это выполняет подавляющее большинство хирургов. При данном варианте восстановления в 62 наблюдениях мы получили осложнения. Из них несостоятельность панкреатика июна анастомоза и ее осложненное течение составило 43%. При данном варианте восстановления рядом расположены панкреатика июна анастомоза и гепатика июна анастомоза на одной петле тонкой кишки ведут к тому, что контакт панкреатического сока с желчью, а следовательно активация панкреатических ферментов происходит в зоне обсуждаемых анастомозов. На наш взгляд, для того, чтобы снизить частоту несостоятельности панкреатика июна анастомоза, необходимо все-таки формировать обсуждаемые анастомозы на разных петлях кишечной трубки. В настоящее время мы так и делаем, мы формируем панкреата, только июна анастомоза, гепатика июна анастомоза и гастро июна анастомоза на разных петлях кишечной трубки. При данном варианте, вот видите, активация панкреатического фермента происходит вдали от зоны панкреата дегестивного анастомоза. Еще одним важным моментом возникновения несостоятельности анастомоза между культей подживудочной железы и участком кишечной трубки является тип выбранного анастомоза. Их существует большое количество, но тем не менее их можно разделить на две большие группы. Это панкреатика дегестивного анастомоза, то есть шов панкреатического протока, и панкреата дегестивного анастомоза, то есть шов через ткань подживудочной железы. Из кульки подживудочной железы панкреатический сок поступает не только по панкреатическому протоку, но он имеет такую особенность истекать из всей раневой поверхности кульки подживудочной железы в силу от соносного строения органа. Поэтому при панкреатике дегестивных анастомозах всегда между раневой поверхностью подживудочной железы и стенкой кишечной трубки будет всегда находиться панкреатическое содержимое. А это, на наш взгляд, является веским аргументом для возникновения несостоятельности. Поэтому мы сделали выбор в пользу панкреатодегестивных анастомозов, когда раневую поверхность кульки подживудочной железы погружают в просвет кишечной трубки. Все мы знаем прекрасно, что панкреатодегестивный анастомоз заживает вторичным натяжением через воспаление. Поэтому, вероятнее всего, предложить идеальный панкреатодегестивный анастомоз крайне сложно. Тем не менее, в выборе типа панкреатодегестивного анастомоза мы считаем, что необходимо руководствоваться следующим. Это шов должен быть максимально простым, анастомоз этот. Должно быть минимальное количество прокола тканей подживудочной железы. И должно быть минимум шовного материала в тканей подживудочной железы. И вот этим условиям, на наш взгляд, максимально соответствует панкреатодегестивный анастомоз. Сейчас по чену. А можно будет фильм? Как его звучит? Вот видите, что астомический участок тонкой кишки подведен к пульте подживудочной железы. Через мезоколин позади ободочно. Затем в просвет панкреатического протока помещаем потерянный дренаж. Его фиксируем рассасывающейся нитью. Мы используем ПДС-5.0. Затем выполняем продольную энтеротомию. На вот этом стомическом участке тонкой кишки длина. Причем, видите, энтеротомия соответствует длине поперечника к пульте подживудочной железы. Выполняем первый вколот в стенку тонкой кишки спереди от энтеротомии. Затем по верхнему краю подживудочной железы выполняем прокол подживудочной железы насквозь, спереди-назад. Затем выполняем опять вкол кишечной стенки сзади от энтеротомии. Затем опять прокол подживудочной железы насквозь, сзади-назад и наперед. И первый шов завершаем опять проколом стенки кишки спереди от энтеротомии. Берем на держалку. Повторяем второй шов аналогично. Прокол кишечной стенки спереди от энтеротомии. Прокол подживудочной железы насквозь, спереди-назад, левее панкреатического протока. Прокол подживудочной железы насквозь, сзади-назад и наперед, теперь правее панкреатического протока. И прокол кишечной стенки спереди от энтеротомии. Опять держалка. И третий шов аналогично первым другом. Прокол спереди от энтеротомии. Сквозной прокол подживудочной железы спереди-назад. Прокол спереди от энтеротомии.